Мы делали проходы, когда мы срываем один захват. Я еще раз напоминаю, самый простой способ. Два варианта я вам показывал, как можно сорвать захват. Первое. Я убирал руки вовнутрь и закручивал. Когда пальцы не выдерживали, они срывались. С одной стороны, то с другой стороны вы можете сделать. При этом, обратите внимание, я не одними руками это делаю, я не просто пытаюсь руку завести. Смотрите, корпус работает. Оп! 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 Это первый вариант. Это достаточно сложный, но почему нет? Он рабочий вполне, потому что руки находятся близко. Если вы еще как бы человека посадите, у вас руки вообще вот здесь. Поэтому достаточно легко вывести. Соответственно, здесь тоже самое. И второй, довольно простой вариант, который я вам показывал. очень часто его используют именно тогда, когда человек работает вытянутая нога, согнутая нога. Вы начинаете двигаться. Оп! Он не дает вам работать. И вот тот момент, когда нога согнутая, самый первый захват, который вы можете вообще легко сорвать, это вот этот вот, когда нога согнутая. Здесь вообще ничего придумывать не надо. Вы просто берете, втыкаете ногу вот сюда вот в бедро и срываете. Все. С этим захватом вы уже можете разобраться спокойно. Какие? А? Да, да, конечно. Вот. Впервые это вот такую тему на чемпионате применил, да и все охренели. Хотя на самом деле вообще простецкое движение по сути. Вот. И, соответственно, вот как раз первый самый проход, который я показывал, самый простой, который у вас может быть, но очень эффективный. Вы начинали работать, да, там раз. Оп! И вот в этот момент вы упираете ногу сюда, срываете захват и одновременно с этим выстреливаете ногу вот сюда вот. Единственное что, не надо делать вот так вот, раз и назад. Потому что у него та нога свободна, он скорее всего начнет ее перекидывать, да. Ну, то есть постарается восстановить гад свой. То есть это очень часто делают. Когда вы одну ногу загружаете, одну ногу здесь, та нога свободна, они пытаются ее закинуть. То есть восстановить гад. Соответственно, не надо ногу запехивать назад, не надо ногу откидывать назад. Я ногу откидываю вбок. То есть я как бы сорвал, и вот на этом движении вот сюда вот я ее тащу. Видите, у него сейчас нет возможности закинуть ногу туда, потому что нога идет вот туда, по той траектории, а не туда. Все. Что я делаю после этого, да, я сразу же даю вес, прихватываю от ворот. И здесь, как вы помните, два варианта. Вариант номер один, если как бы ничего не делаешь, да. Оп. И ушел в сайт контрол. Вариант номер два, если он прямо руку тянет. То есть я сорвал, пошел делать, а он прямо вот тянет руку. И вот здесь вот что я делаю, смотрите. Я отпускаю его штаны, моя вторая рука идет под него, и я просто таким ударом такой, оп, руку на себя. Вот здесь вот получается, видите, два воздействия. Кисть. Если у нее рука запуталась там, вот, будет больно. Вы можете это еще усугубить. Рука, пальцы запутались. Вот, ну, соответственно, если нет, то из этого... Держи, 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 держи. Да. Раз. Что я делаю? Вот эту руку вожу, бам. Первым ставлю колено, и выхожу сразу бам. То есть два варианта развития событий может быть. Еще раз. Раз. Как только разорвал, сразу моментально вот эта нога уходит в бок. И сразу вес сюда даю. Если ничего не делать, то есть, первое, прихватился вот здесь вот. Если ничего не делать, вот эта рука вот сейчас выключена, да, просто иду сюда и перевожу в сайт контроль. Если же он пытается тянуть ее дальше, ну, как, все, понятное дело, в борьбе не хочет позицию терять, думает, что, как бы, ну, с помощью этой руки он еще контролирует ситуацию. Бам. Оп. А он ее тянет. Тогда я вот эту руку увожу вовнутрь, как-то подбиваю к себе. Дальше. Раз. 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 И на амбар. А не легче вот ногу. Ну, задницу на лицо сесть короче. Кимуру можно и так сделать, без проблем. Можно там, но ты обрати внимание вот на эту вот руку. Я понимаю, о чем ты говоришь. Держи. И. А. А. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь вот об этом. Раз. Два. Но есть один момент. Кимуру для того, чтобы сделать, я вот этой рукой должен держать его запястье. А сейчас, получается, он меня держит. Если он не отпустит, конечно, может быть, но он отпустит. Поэтому вот в этом положении, если он тянет, да, лучше сразу же бам, поставили камень, перенесли ногу и вышли на амбар.